Привет, друзья, я очень рада приветствовать вас на своем YouTube-канале. Спустя год мой доктор разрешил мне качать пресс и заниматься спортом в целом. Из формы я конкретно вышла, как говорится, полностью фигура поплыла, бедра вниз, живот туда же. Словно без профессионалов, в таком случае точно не будет тренироваться со своим любимым тренером. Здравствуйте, меня зовут Александр Горин, я в прошлом занимался тяжелой атлетикой, мастер спорта международного класса, а сейчас тренер по фитнесу уже более 8 лет. Это круто. В результате у меня есть такой большой джамп на животе для девочек. Конечно, это колоссальное испытание, то есть мы девочки с 8-8 методами гера. Для нас очень важно видеть красивый живот, мало то что он должен быть так, но он вообще не должен быть так, с какой-то минимальной поддержкой. Друзья, я вас приглашаю в этот процесс и хочу сказать, что мы только будем с Сашей закачивать, отдельно от Сашей буду еще раз заниматься тем, чтобы и след просто этой истории, избавиться от жрама, шлифовкой, лазерами. Как мне сказал мой хирург, что это невозможно брать, что со временем только это все сложно сосет, но честно, совсем не хочется ждать. Я решила действовать. Я не знаю, куда мне это несет, возможно, я не тяжелая заряженная шлифовка, но в силу того, что я не пользуюсь тем, чем химическим, чем приятное здоровье. Я еще люблю заниматься бейсфитнесом, я пользуюсь эфирными маслами и киркополезными кремами, значит, избавляться от жрама и тоже неумеренно природными какими-то компонентами и, в общем, не знаю, что из этого выйдет, но добро пожаловать в это приключение, надеюсь, вам будет интересно. И что я хочу тебе сказать, ну, на самом деле, конечно, заниматься мне разрешено только в монтаже. Да. Код пришел, но только в монтаже. Представляете, что ты говорил о подушке на треске, все это, конечно, там... Да, там идут спайки, у тебя там четыре... Не надо, но у них все. Да. Небольшие спайки. Во время растяжения, надо сказать, не могу как-то убивать такое ощущение. Например, да. Не могу остаться. Ну да. По поводу питания. Сахар исключаем, однозначно, да? Касательно сахара, это такой продукт, это быстрые углеводы. Они достаточно сильно повышают уровень инселина, значит, от этого идет отложение туда, куда не надо. Значит, по поводу того, куда не надо. Вот это действительно ты прав, потому что вот куда надо, вот куда надо, у меня никогда не шло. Почему? Вот, кстати, в этот момент я никогда бы тебе не задала этот вопрос в зале, а вот дома я, видишь, обнаглела и задаю этот вопрос. Почему? Когда у шаш-сахара, здесь, вот здесь, Жень, да вот здесь, вот. Это, кстати, я не с собой разговариваю, это мой оператор, зовут Евгений. Так вот, вот мимо, тоже важно здесь, вот все в попу, все в живот, но не в грудь. И в щеки еще главное, ты понимаешь, почему так? Ответь мне теперь, тьму не идет в грудь. На самом деле просто у женщин… Нет груди. У рецепторов, которые отвечают за откладывание жира, нам порядок больше, поэтому в первую очередь откладывается лишний вес туда. Да, а груди? Да. Там нет рецепторов? Значительно меньше. Ну, продолжим нашу беседу не о груди, а о животе. Честно говоря, живот в совершенно ужасном состоянии. Конечно, бывают ситуации похлеще, чем моя, касательно жировых отложений, но, окей, шрам, мы шрам, как бы, сейчас уже опускаем эту историю. Касательно жировых отложений, да, они очень странно легли какими-то такими даже бугорками, и я не понимаю, почему, это физиология, с чем это связано? Это, возможно, потеря тонуса мышечного, то есть давно не было физической нагрузки, и физическая нагрузка, мы это все будем корректировать, мышцы станут жестче, циркуляция будет лучше. О чем еще полезно качать пресс? Вот касательно, вот, кстати, меня еще интересует, если не так физическая пресс, что-то могу повыше снимать, Жебушетина. А, значит, касательно, ребят, шучу, конечно. А, значит, о чем мы говорим? Да, я хочу тебя спросить, смотри, на самом деле еще спорт мне помогает избавиться от посттравматического синдрома, от депрессивных состояний. Разные чакры у нас находятся, да? Я, конечно, дыханием прорабатываю йоговским, да? По Калабхате, по-моему, называется. Наверное. Вот. А за что отвечает эта зона? Вот, когда я начну качать пресс, у меня окончательно вот это депрессивное состояние? Пресс отвечает у нас за стабилизацию тела, он соединяет верхнюю часть и внешнюю. Есть же психосоматические расстройства, вот эти все состояния, они, на самом деле, очень классно лечатся спортом. Вот эта часть, она мне целый год молчала. За что она отвечает? За какие психологические факторы? Ты знаешь? На самом деле психосоматика – это немножко не мое направление, у меня больше физиология. Вот, поэтому с точки зрения физиологии пресс, хороший тренированный пресс – это залог правильного функционирования желудка, внутренних органов. А я – синергия, которая вбирает в себя физиологическое, психологическое, ментальное, духовное, в общем-в общем, все, что можно в себя набрать позитивно. Так, меня еще интересует момент питания, потому что, конечно же, меня все-таки спасало правильное отношение к питанию. Хотя, несмотря ни на что, подкладывали жиры, жирки, белки и укрепотки во все ненужные места. И, значит, все-таки я хочу, чтобы ты озвучил четко, что нужно и что не нужно. Но все равно это буду есть, даже если пристихаряться, Осталось. Вот. Ну а скажи, пожалуйста, по сахару мы с тобой поговорили, но вообще, в принципе, ты же как-то кто-другой знаешь, как про инфекции. Даже зная тебя и зная твой образ жизни, я считаю, что на данном этапе нужно, чтобы ты мне прописала свой рацион, а мы уже проанализировав это сделаем, уберем частично продукты, которые мне нужны, заменим, возможно, их. Вот так заменим результат. Знаешь, кто-то только что сказал, даже не знаю, я твой образ жизни, пьющий, курящий. Мог бы сказать, о каком образе жизни моем ты конкретно говоришь? В принципе, у тебя все хорошо. Единственное, что нужно это все будет структурировать, записать твой дневной рацион, и если вдруг там какие-то мелочи, которые нужно заменить или убрать, ну... Можно ли заменять вот эти мелочи на мсникерс, вот эти оставить? Эти маленькие, приятные мелочи. Ну что, вроде как, будто поговорили мы с Сашей, я думаю, что пора прийти к тренировке. Это первая, ребята, первая материн-тропка за год. Волнуюсь, переживаю, потому что не трогаю обрез вообще. В общем, столько. Где мой полос? Друзья, я хочу сказать спасибо огромное Кэжу Бразилл за предоставленную одежду для моих занятий. Одежда, действительно, очень-очень комфортная. Мне бы очень было приятно, если бы вы оставляли свои комментарии под этим видео и под всеми моими видео. Субтитры сделал DimaTorzok